Так сложилось, что в еде есть одновременно полезные и вредные качества. В каких-то продуктах больше пользы, другие могут похвастаться богатым списком вредных свойств. Помидоры относятся к тем овощам, отказываться от которых всё-таки не стоит. Но всегда есть люди, которым лучше есть их с осторожностью, а то и вовсе отказаться от помидоров. Из-за повышения концентрации кислот в помидорах отказаться от них следует при артритах, полиартритах и подагре. Камни в желчном пузыре или желчевыводящих путях – ещё одна причина сказать «нет» томатам из-за того, что помидоры обладают активным желчегонным эффектом. Употребление помидоров в таком случае может вызвать спазмы в желчном пузыре, перемещение камней и закупорку желчевыводящих путей. Ограничить употребление помидоров нужно при повышенной кислотности желудка. Щавелевая кислота в составе томатов противопоказана людям, имеющим песок и камни в почках. При заболеваниях мочеполовой системы помидоры, если не противопоказаны, то как минимум не рекомендованы, потому что в томатах содержится щавелевая кислота, а если её много, она нарушает водно-солевой обмен. В связи с наличием щавелевой кислоты томаты могут вызвать сильные боли в суставах человека, поэтому тем, кто страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата и уже имел проблемы с суставами, не рекомендуется есть помидоры. Консервированные помидоры провоцируют образование камней в почках, поэтому если есть склонность к этому, помидоры лучше не употреблять. При воспалении поджелудочной железы употреблять помидоры равно как и овощи и фрукты, содержащие много кислот, не следует, поскольку они раздражают слизистую. Вообще лучше отказаться от употребления помидоров в период обострения гастрита, язвенной болезни, гепатита, панкреатита, холецистита, мочекаменной болезни. С осторожностью нужно употреблять помидоры, если повышенное артериальное давление тем, кто имеет другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Также противопоказано употребление квашеных, маринованных, консервированных помидоров при гипертонии. Незрелые плоды вообще содержат ядовитый алкалоид солонин, который может вызвать тяжелое отравление, поэтому томаты нужно есть спелыми и в меру. Большое спасибо за просмотр!